Добрый день, мои дорогие! С вами Ольга Канунникова. И мы сегодня будем делать колье из маленьких бутончиков роз. Будем делать их из органцы и шифона. Итак, нам понадобятся любые выкройки роз. Ну, например, вот такой, который мы уже с вами использовали. Допустим, если вы делаете бутончик еще внизу, вот настоящий бутончик розочки с утолщением внизу, то, значит, вот такую подложечку, то есть цветолистик, мы делаем вот такой. Если просто розочка у нас будет, цветолистик будет просто обволакивать розочку, и она будет у вас держаться где-нибудь вот так вот вверху, то можно использовать вот такой чешелистик. Что касается листиков, листики, они у нас могут быть чуть побольшего размера и чуть поменьшего размера. Листочки, листочки можно опять же делать маленькие, средние и большие. То есть это у меня уже готовые выкройки, которые я использовала до этого. Их же можно использовать и для наших розочек. Только сделаны они из картона. Вот. Что касается самих центральных частей бутончиков, то я буду делать, вот у меня есть такие пенопластовые маленькие яички. Я выкупала их в фикс прайсе, прям в коробке, большой, в прошлом году, перед Пасхой. И использую их для того, чтобы делать, чтобы не делать ватные срединки для наших розочек, для бутончиков. Если у вас нет, значит делаем обычные срединки, как мы и раньше делали. То есть проволочку берем, делаем крючочек и наматываем вату. Так, будем делать. Ну, здесь вот у меня 9 цветочков, 9 бутончиков я хочу сделать. Там будет видно уже как. Основу для колье я еще не придумала. В зависимости от того, какие у нас бутончики получатся, я придумаю основу и расскажу в дальнейшем. Итак, нам понадобится органза. Органза у меня нескольких оттенков. Скажем, все они красные. Значит, красного оттенка. Вот это вот малиновое. Вот это вот чистая такая красная. И вот это вот алая. То есть вот красная и алая, прям они немножко отличаются, но отличаются. То есть это больше ближе к оранжевому. Это вот настоящий красный такой кумач. И вот это вот малиновый. Еще нам понадобится шифон. У меня вот полоска красного такого шифона уже апретированный. То есть, если вот это вот у меня обычная, не обработанная ничем органза, то кусочек шифона у меня обработан желатином. Просто кусочек оставался. Вот я считаю, так как это будет, будем делать эти бутоны в технике гилиширования, то есть будем использовать выжигатель при вырезании, не ножницы. Вот. Для листиков я решила использовать тоненький шифон. Он у меня тоже апретированный. Это кусочек от шарфа, который я тоже обработала желатином. И чем он хороший? Он такого цвета, такой натуральный болотный цвет с переходом. То есть светлый переходит в темный. Вот здесь вот вообще посветлее, здесь дальше вот немножечко такой вот какой-то репристый и переходит в темный. И вот как раз вот такого плана мы будем, так как это гилиширование, мы будем складывать все вдвое и будем вырезать. Одна сторона у нас будет немножко посветлее, другая сторона у нас будет немножко потемнее. И так переходим к работе. Работаем обязательно на стекле. То есть берем кусок стекла, берем нашу полоску из шифона. Я ее положила так, чтобы она у меня не упала. Я ее просто накрыла стеклом. Верхнюю часть вот так вот закрою. Все, она мне не будет двигаться. Вот, разложила ее на стекле. Вот она у меня лежит. Так, сверху, сверху накладываем кусочек, вот, накладываем органзу. Накладываем по краю. Вот, берем наш разогретый выжигатель. Так, сейчас я... Подставлю немножечко вот здесь, соединю кончики органзы с шифоном. Вот так, все. И теперь раскладываем, берем наш маленький сначала лепесток и выжигаем наши лепестки. Ну, как мы вот, как уже принято, мы выжигаем их по косой. Вот будем выжигать, обрабатывать будем, мы все-таки, я хочу обработать булькой, попробовать, как это получится, поэтому вырезаем по косой. Берем просто выжигателем вот так. И аккуратненько. Вот так проводим. Выжигаем. Достаточно много лепестков. Я даже не знаю, сколько это получится, так как делаю все это впервые. Поэтому вырезайте побольше. У нас 9 аж цветов. То на каждый цветок, ну, минимум, по, я даже не знаю, ну, наверное, где-то по 3 лепестка каждого вида точно, наверное, уйдет. Ну, то есть 27 штук каждого вида надо бы сделать. То есть, вот так вот выжигаем маленькие лепестки. Ниже можно выжечь вот лепестки среднего размера. Вот так вот получается. Это я взяла самый такой алый цвет органзы, который вот наложила на шифон. Ну, и давайте я вам покажу еще вот такие большие лепестки. Они нам, возможно, тоже понадобятся. Много больших вообще-то, наверное, делать не надо. Ну, посмотрим. Вот. То есть, таким образом вы рассчитываете, что, то есть, по 3 лепестка каждого вида обязательно надо сделать. А там уже посмотрим в ходе сборки. Возможно, может быть, нам придется доделать лепестки. Смотрите, я взяла один цвет. Вот у нас всего 3 цвета. То есть, вот в настоящее время мы сейчас вот с одного цвета делаем 9 маленьких, 9 средних и 9 больших. Потом берем другой цвет и делаем то же самое. 9 маленьких, 9 средних, 9 больших, 9 маленьких. Потом берем, допустим, малиновые, 9 маленьких, 9 средних, 9 больших. Я уже вырезала все лепестки наших цветов. Некоторые из них вырезала просто из двойной органзы, чтобы сделать наши лепестки более тонкими. А вот лепестки, допустим, из шифона и органзы. Они здесь более твердая поверхность у них. И чтобы соединить, то есть придать какую-то легкость нашим лепесткам, я сделала, особенно вот эти вот внешние лепестки, то есть большие, я сделала их полностью из органзы. Хотя большие у меня есть и органза вместе с шифоном. То есть здесь вот можно их делать так, как вы желаете. Разные цвета соединять. Более светлые, более темные. Теперь делаем листья. Я вам сказала, что буду делать их из шифона. Но я нашла еще, чтобы разбавить шифон, чтобы сделать листики более тоненькие, я нашла кусочек зеленой органзы. Видите, она у меня такая вот, она также болотного цвета. И я все-таки решила, что второй слой, и я сделаю, первый слой у меня вот будет вот этот кусочек из шифона. И второй слой будет вот эта вот зеленая органза. Теперь мы делаем разные листики разного формата из этой органзы и шифона. Опять же, мы их прикладываем и врезаем по диагонали. Здесь вот надо придерживаться того, чтобы вот эти края очень хорошо склеились. Когда вот сильно не держишь, бывает, получается так, что склеиваются края не очень хорошо. Вот здесь вот вроде все склеилось. Здесь вот кромочка, смотрите, у меня получилось. Он очень толстый, и просто возьму сейчас вот так немножко раз и срежу. Точно так же мы делаем, когда наши края плохо склеились. Допустим, они не склеились, сразу подставил и склеил. Вот таким образом мы вырезаем большие и маленькие листики. Вот сейчас еще маленькие покажу вам. Вот. И обязательно придерживайте шаблончик, чтобы он очень хорошо придавлен был к ткани. чтобы все хорошо у нас сварилось. Вот. Сейчас я вам покажу листик поменьше. Вот такой он у нас получился с одной стороны и с другой стороны. Конечно, со стороны какая-то тоненькая органза, она более нежно выглядит, чем вот с другой стороны. Поэтому я думаю, что это мы правильно сделали, что одна сторона органза, а другая шифон. Таким образом мы их резаем полностью, да. И также вырезаем еще и подклейку. Смотрите, все равно, что такую подклейку или такую подклейку. В общем-то, как вам захочется. Теперь, когда все детали у нас, лепестков и листьев, вырезаны, мы переходим к их обработке. Сначала начнем с листьев. Листья, ну, я так считаю, что это достаточно сложная обработка. Будем обрабатывать его, опять же, нашим выжигателем или паяльником. И начнем вот с самого, так скажем, вот сначала с подлистников, да, на цвета листиков вот таких. Значит, делаем это таким образом. Берем нашу детальку, вот выкроем. Давайте вот потемнее возьму, так, наверное, будет виднее. Нам для этого понадобится еще обычная металлическая линейка. Каждый листик складываем, вот где у нас правая сторона, вот эта правая сторона. Складываем ее, вот каждый листик вот так пополам. Раскладываем на стекле. Берем линейку. И линейку накладываем вот по центру, прям, буквально закрываем наш листик. Так, чтобы, вот, ткань немножко, вот, выглядывала где-то на полсантиметра, вот, от центра листика. Теперь берем наш выжигатель и по краю вот таким образом ставим маленькие точечки до середины, которые заходят. Вот наш лепесток, обработан один. Берем второй листик, также раскладываем его по центру, прижимаем линейкой. Вот где-то центр тут. Берем выжигатель и вот таким образом обрабатываем. Вот у нас обработан второй листик. То же самое делаем с третьим. Аккуратненько выставляем. Здесь главное, чтобы, вот, совсем-совсем, вот, чуточка ткани выглядывала. Вот, все. Вот, третий листик маленький. Осталось два листика. Сейчас мы их с вами обработаем. И последний. Это не сложно, но только немножко хлопно, конечно, но не сложно. Здесь главное не допустить, чтобы ткань была прям едва-едва, а ткань выглядывала, буквально едва. Все. До краешку можно вот не доходить. Вот что у нас получилось. Вот такой чашелистик у нас получился. Мы его вот так вот выгибаем. Вот так вот под него будет подложена наша розочка. Таким образом мы обрабатываем полностью все чашелистики, то есть 9 штук. Теперь обработаем наши листики. А листики наши можно обрабатывать вот таким образом. Как это делается? Вот так у меня обработан большой лист. То есть мы берем большой лист, переворачиваем. Смотрите, вот верхушечка его не обрабатывается. Мы складываем листик вот верхушечка, вот основание. Мы складываем листик также пополам. И накладываем где-то на, вот скажем, чуть выше серединки листика. Или в принципе даже где-то примерно серединка. Может быть чуть пониже, чуть повыше. Но ориентируясь где-то на серединку. И опять же, вот смотрите, чуточку ткани. Чуточку ткани вы выглядываете таким вот маленьким треугольничком. И берется просто и вот так вот аккуратненько подрезается. Все. И наш листик получился вот такой. Вот так он, собственно, обрабатывается. Если уж хотите более такие резные листики, то можно сделать такие же вот линии по прожилкам. Ну, например, вот сделать прожилку вот здесь. Как это делается? Опять, вы хотите сделать прожилку вот здесь. Вы в этом месте вот так подгибаете лист, чтобы он дошел, видите, линия дошла до вот этой середины. Подставляете, подставляете линейку. Теперь, опять, это хлопотное дело, ну, может быть, это и не стоит делать, но я вам просто покажу. Вот, смотрите, опять отрезаете кусочек. Что у нас получилось? У нас вот что получилось, видите? Теперь с этой стороны нагибаем и делаем прожилку. Вот. Ну, все-таки по центру, тогда уже, раз уж мы здесь сделали прожилку, то тогда и по центру делаем полностью все. не так, не с середины, а полностью все. Весь лист, чтобы у нас уже был готов. Вот, если не полностью обрабатываете, то прожилки не делайте. А если хотите делать прожилки, то, конечно, он должен быть полностью не работан. Вот, смотрите. Видите? Если вот хотите, можно еще вот здесь вот сделать прожилочку. Можно еще вот здесь делать прожилочку. Вот. Даже вот в этом случае, смотрите. Вот. Так обрабатываются листья. Они все готовые, они спаянные. Все. Они мягкие. Вот. Таким образом можно обрабатывать наши листья. Есть еще один способ обработки лепестков. Сейчас я вам покажу. Допустим, мы не ведем линейку, а обрабатываем дурчном. Это делается, в принципе, точно так же. Складываем каждый лепесток отдельно. По центру. Но здесь важно вот так вот оттягивать лепесток и проходить по самому краю небольшими точечками. Вот. Видите? Вот. Таким образом. Еще раз показываю. Здесь важно, чтобы ткань была хорошо натянута. Вот. То есть, вот посмотрите, как кому удобно. Можно обрабатывать с помощью линейки. Либо вот таким образом, без линейки. Если вам так удобно, можно обрабатывать. И вот так. Вот у нас обработанный лепесток. Сейчас, секунду. С помощью линейки. Вот у нас обработанный лепесток без использования линейки. В принципе, ну, примерно одинаково. Может быть, здесь вот чуточку побольше он обработан, нежели вот так. Но разницы особо я не чувствую. Вот такой-то обрабатываются лепестки. Теперь переходим к обработке наших лепестков. Лепестки у нас разные. То есть, есть лепестки маленькие и большие. Чисто из органзы. Два слоя. И есть лепестки, которые у нас тоже маленькие и большие. Одна сторона которых шифон, другая органза. И так они обрабатываются примерно одинаково, но чуточку обратно. Вот смотрите. Маленькие лепестки обрабатываются таким образом. То есть, тоненькие из органзы. Одна сторона сдвигается вот так. Видите? Раз. Двигается. Немножко сдвинули. Образовалась вот такая вот складочка. То есть, вот здесь вот сдвинули. Теперь правую сторону загнули и левую сторону загнули. Вот так. И получилось вот такой вот лепесток. Мы кладем его на основание на стекло. Здесь придерживаем и здесь придерживаем. И вот такими точечками вот так вот запаиваем. И получается вот такой лепесток. Видите? Здесь вот он получился. Головка у него большая. Вот. Такая. Вот так обрабатываем лепестки. Видите? Сейчас я вам покажу еще вот на этом. То есть, вот смотрите. Он состоит из двух частей. Вот. Одну часть берем. И вот эту часть вниз. Ой, сейчас, секунду. Вот основание. Вот. Делаем так, что приподнимаем верхнюю часть. И вот здесь приподнимаем. Вот. Вот так. Раз. Видите? Приподняли. Теперь здесь вот придерживаем. Вот. Приподняли. Вот. Правую сторону загибаем. Левую сторону загибаем. Вот что у нас получается. Видите? Вот. Кладем на стекло. Держим. И вот здесь прям вот такими маленькими точечками или стрижками перевариваем. И вот получается вот такой лепесток. Так обрабатываются у нас лепестки из органзы. Теперь вот лепестки, которые у нас из органзы и из шифона. Правая сторона у нас органза. Мы также ее подтягиваем вверх. Но так как у нас здесь шифон, он достаточно такой плотный, мы не можем вот так вот их загибать. Мы будем загибать именно на ту, видите? Сам нижний слой, он уже завернулся. Вот. Поэтому мы его придерживаем. Здесь вот просто, чтобы образовалась такая вот объемная часть. Видите? Она у нас выгнулась. Вот. А эту часть, вот там где загнулась, загнулся наша лепестка, лепесток, наберем и вот эту часть немножко вот так вот обрабатываем. Все. Запаяли. Только чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Но тут вот у нас, видите, какой лепесток стал объемный. Вот. То есть мы его потом можем вот так вот обкрутить. Вот. Вот такой лепесток получился. Его можно обкрутить вот так. Его можно, в принципе, и вот так вот обкрутить. Но вообще это должно делаться вот так. Вот. То есть у нас вот этот вот арканца выходит вперед и немножко нависает вот на наш шифон. Да, шифон. Видите? Вот. Ну, то же самое здесь вот я вам покажу. Вот шифон, вот арканца. Вот. Немножко подтягиваем вот так. Вот так. Чтобы здесь, видите, складочка. Здесь у нас, хоп, получается. Смотрите. Здесь вот у нас немножко загнулись лепесточки. Мы их кладем, придерживаем, кладем. И вот эти места, вот эти места. Вот у основания немножко. И раз. Все. Здесь. Что у нас получилось? У нас получился такой лепесток, который мы также можем вот так свернуть. Видите? Вот. Он у нас легкий. И тем не менее мы его можем вот так вот свернуть. И от конца у нас вот здесь. Вот таким образом мы обрабатываем полностью все лепестки.